Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Теана. 12 глава. 12 глава. Взяв фунт мира из нарда чистого, многоценного, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханией мира. 12 глава. 3 стих. Речь здесь идет о благовонном составе, который получали из цеблей ароматной травы, растущей на севере Индии. Это было очень дорогое благовоние. Оно привозилось на Ближний Восток в запечатанных алавастровых сосудах, которые открывали в особых случаях. И этим щедрым даром Мария выразила свою любовь к Иисусу Христу и благодарность за воскрешение Лазаря. Упоминание о благухани, наполнивший его дом, выразительная подробность, свидетельствующая о том, что сам евангелист был очевидным, превосходя всего того, о чем он пишет. И бескорыстию Марии противостоит алчность Иуды. И говорит Иуда Искариот, один из учеников его, которому предстояло предать его, почему не продали это миро за 300 динариев и не дали нищим. Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денежный ящик, брал то, что туда отпускали. Итак, часть денег, предназначенных для раздачи нищим, Иуда вполне мог незаметно присвоить себе. И мы видим, что таким образом формировалась эта страсть, которая впоследствии стала столь гибельной для одного из апостолов. Пользовавший доверием, Иуда использовал его для своего обогащения. Он потихонечку крал часть денег, которые жертвовали Иисусу Христу на различные нужды. И для него, конечно, это миро, которое можно было продать, действительно могло бы стать источником дополнительного, довольно заметного дохода. И лишившись его, он не выдерживает. Он как бы обнаруживает сам себя. И, конечно, эти слова, они свидетельствуют о том, что алчность Иуды, она не могла пройти мимо этого события. И, по сути, этим возгласом, этим исклицанием он себя выдал. Тема предательства Иуды — это отдельная тема, довольно широкая, и, конечно, она требует собрания всех фактов, которые приводят евангелисты, их осмысление. Каждый из них рассматривает этот момент несколько иначе. И мы видим, что евангелисты Иоанн особое внимание уделяет на титно страсть или бролюбие, которое захватило Иуду. Может быть, незаметно раз, другой, третий он брал эти деньги, а потом настолько к этому привык, настолько пристрастился, что считал то, что жертвовали Христу своим достоянием. Конечно, появление женщины с распущенными волосами в собрании мужчин было нарушением правил, принятых в то время, но в случае Мари любовь оказалась сильнее условностей. И помазание это, оно предвосхищает будущую смерть. Сказал тогда Иисус в защиту Марии, оставь ее, нужно было, чтобы она сберегла она мира на день погребения моего, ибо нищих вы всегда имеете с собой, меня же не всегда имеете. Итак, развязка приближается, а кончина Христа уже не за горами. В рассказе о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим отмечаются многочисленные столпы, которые выходят из города для того, чтобы встретить его. Взяли непалимые ветви, вышли навстречу ему и склицали «Ассанна», благословен грядущего имя Господня, царь Израилев. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, через Ионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили они, что так было о нем написано, и это сделано ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он возвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успеваем ничего сделать, весь мир идет за ним. Пальмы и ветви, которые изображали в иудейских монетах того времени, они были символами освобождения. И, конечно, такие моменты мы встречаем в предшествующей священной истории, когда действительно царей встречали таким образом, подчеркивая тем самым, что они не должны касаться земли, такая как бы живая красная дорожка, по которой Христос входит в Иерусалим. И действительно народ готов признать в нем царя эти ожидания, они переполняют тех, кто вышел ему навстречу. И, конечно, и чудо, великое чудо, воскрешение Лазаря подстегивает надежды, подстегивает ожидания, подстегивает то, что действительно в руках этого человека божественная мощь, благодаря которой можно достичь желаемого свергнуть оккупационный режим, и иудеи наконец-то станут свободны. Но фарисеев, конечно, заботит не это, их заботит влияние Иисуса Христа, то множество людей, которые его окружают, которые следуют за ним. И понятно, это не может не беспокоить, какие будут дальнейшие действия Иисуса Христа, им неизвестно. Куда он поведет за собой народ, куда он его направит? Они этого не понимают, и для того, чтобы предвосхитить, предупредить возможные нежелательные дальнейшие события, они пытаются побыстрее покончить с ним, убрать его со страниц истории. И обеспокоены тем, что до сих пор, несмотря на многочисленные попытки, им так и не удалось его арестовать. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Ирины. Они подошли к Филиппу, который был звездоидой Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей и Филипп скажут об этом Иисусу. Иисус же сказал, «Пришел час прославиться Сын Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, но останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Ну, это необычная просьба греков, эринов, увидеть Иисуса Христа. Возможно, они были празелитыми, которые пришли из рассеяния, или такая категория в книге деяний называется «боящиеся Бога». Это те, кто еще не принимали обрезания, которые не готовы были покамест взять на себя все ограничения, связанные с законом, но, тем не менее, монотеистическая религия иудаизма со строгими правилами, она привлекала этих людей и, конечно, в первую очередь открывала им единого Бога, условия физического многобожия, в котором они жили. Обратившись просьбой к Христу, Христоска понимает, что час язычников он настал, он пробил, а значит, настал и час его смерти. И свою смерть и погребение он сравнивает с шпиничным зерном, которое, будучи брошено в землю для того, чтобы прорасти, для того, чтобы принести плод, должно умереть. Также Иисусу Христу предстоит умереть для того, чтобы в его стадо вошли новые урцы. «Кто мне служит, мне да последует, где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, отче, избавь меня от части сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое». Тогда пришел глаз неба, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, «Не для меня был голосей, но для народа. Ныне сут мир и сему, ныне князь мир и сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку себе». Сие, говорил он, давая разуметь, какую смертью он убрет. Итак, здесь мы встречаем еще одну молитву, которую Иисус Христос произносит накануне своих страданий, притом произносит ее прилюдно, в отличие от гефсиманской молитвы, которая будет обращена к Отцу, но которую слышат будет лишь его ближайшее окружение. Но содержание этих обращений, они во многом пересекаются между собой. Хотя здесь Иисус Христос выражает свое согласие на предстоящее и осмысляет его необычным образом. Он говорит о том, что события, которые вот-вот наступят и ждать которых осталось недолго, они не станут судом над ним. Напротив, суд будет совершиться над князем мира сего, то есть над дьяволом. Неоднократно нам уже с вами приходилось говорить о том, что Евангелие от Иоанна строится как своего рода судебная тяжба. В, собственно говоря, на Страстной Седмице, перед тем, как Иисус Христос будет выдан Пилату, мы не увидим в Евангелии от Иоанна судебного процесса. Его там не будет, на что сам Пилат укажет тем, кто приведет к нему Иисуса Христа, первосвященникам и старейшинам. Суд уже прошел, и более того, мы с вами уже видели, что приговор вынесен после воскрешения Лазаря. И, конечно, этот приговор, он выглядит несколько абсурдным. По крайней мере, именно такое впечатление может создаться у читателей Евангелия. Христос говорит, «Я воскресение жизнь, верующий в меня не умрет вовек, и всякие живущие верующие в меня не умрет». А ему выносят смертный приговор. Но, действительно, эта смерть, она будет не осуждением Христа, а она будет судом над теми, кто добивался его смерти. Потому что они окончательно отделят себя от Бога. Их участие в осуждении Христа вынесет приговор не ему, а именно им. Господь предсказывает, что впереди его ждет именно крестная смерть, потому что он говорит о своем вознесении, о том, что он будет вознесен от земли. И крестная смерть Христа – это первый шаг к его, действительно, последующему вознесению. Народ отвечал ему, «Мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Кто, если Сын Человеческий?» Ответа мы не слышим, мы не читаем. Христос продолжает говорить о себе, как о свете. «Еще малое время свет с вами ходите, пока имеете свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящие во тьмы не знают, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Итак, необходима вера. Именно вера открывает людям смысл личности Спасителя и делает их сынами света, сынами Божьими. И не без сожалений он измечает, сколько чудес совершил он перед ними, и они не веровали в него. Впрочем, изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги, ибо возлюбили больше славы человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня». То есть все деяния Христа, все, что он говорил, это деяния Божие. «И видевший меня видит пославшего меня, я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не остался во тьме. Если кто услышит мои слова и не поверит им, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная, и так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Здесь мы видим еще одно указание на полное тождество, на то сплетение, то единство, которое существует между Отцом и Сыном. Поэтому отторжение, отвержение Сына означает и отвержение Отца, слово, которое Он обращал к людям, то есть слово, которое несет им спасение и в которое необходимо веровать. И естественно, что это неверие, оно неизбежно облекает людей на гибель, лишает их вечной жизни. и тем самым сновь возникает тема уже совершающего суда. Мы обычно говорим о Суде Божьем, как о реальности, которая произойдет лишь в последние времена. Но, конечно, суд Божий, он совершается и в настоящем. И самое главное, что не столько Бог судит, сколько люди сами осуждают себя своими делами, своими поступками, а самое главное, неприятием Иисуса Христа, которого Он послал. И так, как бы, все уже решено. Смерть Христа для Него самого является неизбежной. Он знает, для чего она нужна и почему необходимо. И тем самым здесь Евангелист нас подводит уже к событиям, которые непосредственно связаны с Тайной Вечерей, арестом и последующим осуждением Иисуса Христа на смерти.